всем моим зрителям большой привет я очень рада что вы снова зашли на мой канал спасибо большое всем тем кто проявляет интерес к моему каналу к моим парфюмерным видео я вам всем за это благодарна и отдельное спасибо тем кто подписывается на мой канал в сегодняшнем видео я сделала небольшую подборку ароматов бренда killian конечно же речь пойдет об ароматах бренда killian я заказала на официальном сайте 4 аромата языка заказала форме сэмпла по 2 миллилитра парфюмерная вода и один аромат мне захотелось заказать вот в таком объеме в таком формате семь с половиной миллилитра вот такая миниатюра семь с половиной миллилитров с такой миниатюру больше всего мне нравится что у миниатюр присутствует пульверизатор в таком формате в таком варианте этот аромат очень удобно носить в маленьком клатче но и же в маленькой сумочке начну пожалуй именно из именно с этого аромата это у меня аромат стран ту его и версия white crystal я поднесу поближе чтобы вам было хорошо видно версия white crystal аромат стран ту его он заявлен как древесно-пряный и мужской не как большая часть он заявлен унисексом а именно заявлен в мужской но я с этим абсолютно не согласна почему я даже не поняла его приписали к мужской категории аромат 2007 года в композицию данного парфюма входят такие ноты как мускус жасмин пачули кедр из вирджинии амбра мускатный орех ваниль ром и сухофрукты очень красивые ноты каждая нота прекрасно раскрывается на коже открывается этот парфюм сухим сильным ароматным аккордом именно кедра и смол а затем уже я услышала как следует пачули и ром это очень красивое звучание он очень натуральный очень монотонный сухой глубокий я вам только что сказала что у меня версия white crystal я на своих в своем на своем канале простите уже делала подробный обзор его классической версии аромата strike to heaven обязательно оставлю ссылочку внизу в инфобоксе но вот эта версия white crystal мне почему-то понравилось больше я бы сказала так с одной стороны вот он гурманский я его нанесла походила с ним пару часов он мне показался гурманский а вот с другой стороны почему-то в нем показался животным но я думаю это из-за присутствия мускуса еле-еле даже я улавливаю ванильную сладость в нем хотя сам аромат сильно не сладкий по себе но все-таки чуточка ванильная сладость в нем присутствует и еще мне больше понравилось звучание ноты земли вот какой-то он такой глубокий земельный оттенок на коже проявляется предполагаю что это пачули и причем пачули сыроватые стойкость на коже не очень сильная часа 5 или 6 богато собранные ноты красивое звучание парфюма но все равно мне показалось что ему что-то не хватает вот чего-то не хватает в нем не знаю даже что именно не хватило может быть мне не хватило в нем чего-то но сам по себе аромат неплохой но все-таки но в нем присутствует по качеству все ингредиенты как всегда на высоте и заслужит всяких похвал прекрасный парфюм очень красиво сидит как на мужской так и на женской коже я не знаю почему он заявлен исключительно мужски но на женской коже он тоже красиво раскрывается осенний зимний ни в коем случае я бы не надела такой парфюм в жаркую погоду только лишь его время это осень и морозная зима прекрасный парфюм красивое сочетание всех но аромат страйк ту хиван простите если по английским название произношу неправильно но вот думаю что это звучит так страйк ту хиван килин так перейду к следующим ароматам форме сэмплов я пожалуй начну вот с этой новинки в этом сэмпле предоставлено сразу два аромата вот как книжечка он раскрывается тут два аромата две новинки нынешнего 2020 года первый аромат rose on ice и роза на льду что означает и второй аромат анжел шар я пожалуй начну вот с этого аромата роз ша роза он айс роза на льду так вот достану сэмпл вот эти парфюмы они выпускаются в хрустальных флаконах очень красиво смотрите как будто бы хрустальный бокал так вот чтобы вам было отчетливо видно выпускаются вот эти ароматы 2020 года форме хрустального бокала так но конкретно про розы на льду заявлен он как фужерный конечно же унисекс как я вам только что искал 2020 года и в композицию вот этого парфюма входят такие ноты как лайм огурец ягоды можжевельника роза сандал и мускус этот аромат совсем не в духе киллена сразу признаюсь поднесу сэмпл ближе roses in ice неожиданный какой-то вот подход в этом аромате к теме розы который тут я вообще не услышала нет этот аромат не про розу это не роза на льду а скорее всего огурцы со льдом вот талый лед плюс огуречно-алкогольный оттенок парфюм очень холодный очень плоский свежий от начала и до конца я слышала на своей коже только лишь огуречные и зеленые ноты розу как я вам только что и сказал увы я не услышала ни в каком звучании ни в каком виде роза на мне не вылезла смело припишу данный парфюм как ватике вот он достаточно водянистый прозрачный но к этому очень стойкий обычно такие парфюмы держатся недолго на коже но вот этот часа 910 точно на мне держался но все-таки не килиновский не килиановский какой-то он меня он разочаровал я такого от бренда не ожидала я хотела познакомиться с новинками 2020 года поэтому и заказала именно вот такой сэмпл где присутствует сразу два парфюма но вот этот роза сна льду меня разочаровала я люблю ароматы кили она хотя не все и не со всеми у меня сложилось но тем не менее такого разочарования точно у меня не было жаль жаль очень жаль что роза на льду я не услышала а услышала только лишь огуречные и зеленые ноты так и второй аромат из этого же сэмпла как я вам только что и сказала аромат анджел шар анджел шер так вот так вот поднесу сэмпл ближе чтобы вам было хорошо видно анджел шер аромат восточно-гурманский унисекс так же и 2020 новинка как я вам только что и сказала новинка этого года в композицию этого парфюма входят такие ноты как коньяк корица дуб бобы тонко пролины ваниль и сандал вот это уже совсем другое дело какой же тут красивый и сладкий а также выраженный коньяк с пролиной передать просто на словах невозможно он теплый и интеллигентный сладенький ближе к базе все это дело скатывается в сливочную сладость ванили и не просто ванили а экстракт ванили вот сейчас его самое время носки он потому что очень теплый вкусный дорого звучащий однозначно для меня это гурманика и самое главное он не напрягающий он очень красивый очень переливающийся сильно шлейфит и стойкостью него также на высоте часа десять это однозначно я его слышал отмечу еще то что он очень сдержанно не кричащий но тем не менее его ощутить окружающим просто будет невозможно не ощутить его просто будет невозможно конечно же качественно сделаны красивая работа очень красивая томно коньячный с пролиной и ванилью это просто красивая работа аромат бархатный уютный благородный вот кажется нота коньяка тут доминирует но это не тот коньяк не то чтобы какой-то алкогольный а вот он именно что сладенький коньяк вкусный прямого намека на алкоголь тут абсолютно я не чувствую да коньяк присутствует но сказать что это алкогольный коньяк я бы так не сказала просто шедевр красивый парфюм мне очень понравился работа 2020 года анджел шер приглядитесь к этому парфюма это очень красивая работа так следующий парфюм перейду снова к сэмплу аромат 2016 года называется монлайт инхайван также от килина вот я вам поднесу ближе заявлен он фужерный также унисекс и в композицию вот этого парфюма входят такие ноты как грейпфрут лимон розовый перец кокос и рис манго бобы тонко и ветивер как я его нанесла вот сразу вначале он мне показался более мужским почему-то я не знаю но я думаю что это возможно ветивер дает ему эту мужественность затем спустя наверное полчаса или час он проявился таким вот более теплым на женской коже он становится уже более женственным вылезли такие приятные тропические аккорды слышится фрукты такие как манго грейпфрут лимон однозначно этот аромат про тропические фрукты потому что я его нашла очень нежным сочным чуточку со стринкой в базе до аромат яркий и одновременно очень нежный вот жаль что кокоса я на своей коже не услышал я очень люблю парфюмы с кокосовой ноты но увы мне кокос не попался это идеально просто вариант для отдыха и причем для отдыха на берегу моря он также прекрасно подойдет для от отпусков но лишь только на летнее время в теплую весну или же лето вот это его самый идеальный вариант я представляю вот этот парфюм в летнюю теплую ночь и причем у берегу моря это очень красиво очень будет богато сидеть на вас этот парфюм что не заметила за ним так это особой стойкости часа три или четыре и все он куда-то слетел очень-очень тихий но тем не менее да он очень вкусненький он сладкий звучание вот этих самых тропических фруктов не звучит как компот а звучит как что-то иное богатое интимное завораживающее мне например понравился флакончик у него также очень оригинально сделан в темно-темно синим растем на синие расцветки мне это понравилось сам парфюм тоже красивый отдаю свое предпочтение вот этому аромату moonlight in heaven ну что и последний аромат бренда killian также форме сэмпла аромат black phantom аромат 2017 года восточно-гурманский также унисекс и я почему-то всегда думала что этот мужской но нет оказывается это унисекс поэтому я к нему как-то не подходила не хотела с ним знакомиться думал что это мужское но очень даже жаль это очень красивый парфюм мне он очень понравился далеко он не мужской очень и очень даже женственный в композицию вот этого парфюма входят такие ноты как ром сахарный тростник темный шоколад кофе карамель миндаль гелиотроп и сандал все те ноты которые я обожаю кофе шоколад миндаль гелиотроп на своей коже я ощутила именно кофе с лесными орехами немного карамели древесные ноты специи очень гурманский очень приятно сладкий парфюм в меру все в нем в меру в меру кофе в меру специевый сильно впечатлил меня именно вот этот парфюм хотя знакомство с маркой киллиана у меня начиналось не очень приятных восприятие ароматов я уже делала несколько видео обзоров бренда киллиан обязательно оставлю ссылочку внизу в инфобоксе просмотрите мне почему-то поначалу когда я знакомилась именно с такими сэмплами большая часть мне не понравилось я об этом высказываюсь в своих тех видео обязательно ссылочку я оставлю внизу в инфобоксе кому интересно пройдитесь посмотрите но вот на этот раз за исключением розы на льду все ароматы мне пришлись по душе все ароматы красивы они очень богато звучат очень интеллигентно сидят на коже нет претензий у меня также к этому аромату по поводу стойкости очень стойкий очень громкий яркий мягкий согревающий согревает именно тем темным шоколадом приятный слышу я кофе с карамелью а ближе к базе красиво и богато вылезает сандал однозначно парфюм осенний зимний потому что вот та самая согревающая сладость это просто волшебство зимней сказки красивый густой кофейно-шоколадные направления в этом парфюме я заметила еще в первые минуты я ощущаю этот аромат как гурманский сладкий и чуть-чуть горьковато шоколадный с миндальными оттенками я такое направление очень и очень люблю в зимних парфюмов он очень комплементарный очень благородный женственный однозначно ни в коем случае если вы только по названию думаете что black phantom это мужской нет присмотритесь к этому парфюме я тоже поначалу так думала далеко не мужской очень даже красиво сидит на женской коже благородно комплементарно женственно вот эти ноты кофе шоколад миндаль все это делает его очень и очень завораживающим мне понравился хорошо я очень рада что все-таки рискнула познакомиться с ароматом black phantom ну что мои хорошие зрители на сегодня у меня все сегодняшнем видео я поделилась с вами пятью ароматами бренда kilian надеюсь мое видео вам понравилось ставьте пальчики вверх не забывайте подписываться на мой канал до новых встреч всего хорошего пока пока